В Калининграде страдают дети. Полицейские забрали семи, двух малышей. Они несколько дней голодали, а младшему ребенку срочно требовалась медицинская помощь. Даниле только 6 лет, его младшей сестре всего полгода. Дети уже несколько дней ничего не ели. Самой маленькой вовсе требуется медицинская помощь. Семейство две недели назад прибралось в эту квартиру. За это время соседи успели испугаться за жизнь детей. Родители не выходят из запоя. Дома полная антисанитария. Наобщаться с главой семейства вообще бесполезно. Ты что думаешь? Я сказал тебе х**у на х**у. Успокоить разъяренного папашу не смогли даже сотрудники полиции. Мать тоже адекватностью не отличалась. На вопрос, почему дети в таком состоянии, отвечать отказалась. Я ничего не знаю. Семейный бюджет уходил на водку. В квартире каждый день собирались гости. Во время застолья никто не вспоминал, что дома голодные дети. Дети там беспризорные, их подкармливали, кормили. После проверки полицейские забрали детей из дома. Теперь наблюдать за состоянием малышей будут врачи, а не путевых родителей. Скорее всего, лишат прав на воспитание. Татьяна Караханова, Александр Бормисов. Специально для места происшествия. Выход в форточку. Четырехлетнюю девочку закрыли дома. Ребенок пытался вылезти через окно из квартиры на пятом этаже. Саша! Ты где? Здесь у меня стоишь? На стоящем. Время абонент не может. Открыть на вашу звонку. До родителей не дозвониться уже около часа. Полицейские караулят квартиру по адресу Ленинский, 50. За дверью четырехлетний ребенок. Соседи видели, как девочка открыла форточку и кричала о помощи. Дяденька, тетенька, дяденька, тетенька. Прям страшно, как бы она не вывалилась из окна. Вскрыть дверь самим полицейским нельзя. Ребенок маленький, есть риск его покалечить. Пока ждали приезда спасателей, полицейскому пришлось делать все, чтобы Саша не подходила к окну. Папа телефон купил, да? Мама туфли. А, подарил телефон? Вот. А что же он тебя звонить не научил по телефону? Приезд спасателей проблемы не решил. Бумажные волокиты и разрешительные процедуры так и не увенчались успехом. Всем пришлось ждать приезда хозяйки, которая сдает семье квартиру. Дозвониться до мамаши так и не получилось. Татьяна Караханова, Виктор Буздин. Специально для места происшествия. Упали в воду. В Советске, в реку Неман, упал автомобиль с двумя пассажирами. Один из них скончался прямо в салоне. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 5 июня. На пристани в Советске легковой автомобиль разогнался и упал в реку Неман. В салоне находилось два человека. Пассажиром была беременная женщина. По словам очевидцев, перед падением иномарка накручивала круги по набережной. Потом за рулет пересела женщина. Через несколько секунд автомобиль оказался в воде. Один из очевидцев прыгнул в воду и вытащил девушку. Иномарку удалось поднять только утром. В машине находилось тело мужчины. В Советске это уже не первый случай. В прошлом году мужчина не удержался у края пристани, упал в воду, но сумел спастись. Захотелось выпить. Чтобы продолжить гуляние, компания друзей решила пойти на преступление. Оно валяется. Мы взяли пить. Оно лежало, не знаю, сколько лет. Это 24-летняя дама и стала инициатором преступления. После совместного распития алкоголя девушка подала идею, как продолжить гуляние. 6 июня товарищи проникли на строительную площадку на улице Гагарина и вынесли 7 арматур. Нас там кто-то сдал. Там какой-то парнишка сидел. Видно, позвонил, увидел. А мы выпить хотели всего лишь. Гулянка закончилась в отделении. Молодых людей практически сразу задержали сотрудники полиции. Сдать металл им так и не удалось. Назад отнесем. Все сделаем. Как скажет милиция. Татьяна Караханова, Виктор Буздин. Специально для места происшествия. Жаркий сезон в Багартионовске на улице Дружба похитили душевые кабины. Неизвестные проникли в складское помещение, вынесли сантехнику. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Сыщики района нашли злоумышленников. Имя оказались трое товарищей из области. С места происшествия был взят автомобиль Мерседес Витом. Похищено изъято, возбуждено уголовное дело по статье кража. На улице Бараново в Калининграде похитили мобильный телефон. В сквере с дороговым центром неизвестный подошел к мужчине и с силой забрал у него средства связи. Преступление совершил 45-летний мужчина без определенного места жительства. Сейчас он задержан. Сняли зеркала. На улице Парковая аллея с автомобиля Peugeot 307 сняли зеркала заднего вида. Автомобиль был припаркован во дворе дома. Преступление совершил 26-летний житель улицы Озерной. На него заведено уголовное дело по статье кража. Снова поделка в Немане на улице Победы. Неизвестный сбыл фальшивую купюру достоинством 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье изготовления или сбыт поддельных денег. Редактор субтитров А.Семкин